всем привет я сейчас нахожусь в удивительном городе которым к сожалению я только проездом всего 15 минут а это ческа требовала я был в арабске требовались от я через ческу требовал еду в граде скралово но здесь очень шикарно отделали предвокзальную площадь красиво буду вам показывать одно расскажу вторник про вторник во вторник я решил ехать вокруг маравска требуем на велосипеде продумал маршрут на пятьдесят пять километров но велосипед не нужно было забирать град цена цветовую юрия я не продумал один вариант при котором он рано утром уедет на работу но это ладно сначала меня утром отвезли до свитере на машине до свитере на машине мама потом там я погулял часика полтора посмотрел свиты и пошел пешком пять километров до градис над цветом однако юрия не было дома ему позвонил оказалось что он собирает пробы вот и нужно было подождать два часа понятно дело что мой марш вела маршрут уже тем самым накрывался но я не так сожалел потому что там не особо интересные города я выбрал поэтому я решил ладно я подожду его а потом просто поеду на велосипеде приехал готов мне обед я поел потом мы попрощались он оставил мне свой email телефон ему тоже а вот я поехал на велосипеде моралскую требую к 17 я приехал вечером 17 30 было открытие выставки а фотофестиваля фотофестиваль уже вообще шел но выставка именно по фотографиям из формулы-1 было в 17 30 вот мы сходили там был тот фотограф который софтографирует я даже сделал не какой-то пресс-релиз этого открытия потому что не было никакого штатного фотографа ребята попросили сделать пару снимков даже вот очень интересные фотографии жаль их было очень мало что еще 18 я ходил в костел который был открыт только вот это время в этот день там была служба 5 минут мы посмотрели а вечером после ужина меня ждал еще один интересный опыт мы пошли с отцом семейства к его друзьям смотреть на большой плазме футбол чехия-туртия все там был такой хороший стол нарезка то есть все очень клёво как как а потом оказалось а потом рядом с с ним с правой стороны я сидел слева сидел судья футбольный правда не выше лиги а вот тут региональный около него сидел тренер футбольные детских детской секции может быть тот еще интересно сидел потому что да папа он работал он он занимает должность не помню кого но вот его фотографии есть в ратуши на главной площади то есть он как бы вот руководстве города частично находится вот это интересно а потом мы вернулись уже пол двенадцатого футбола когда все в квартире уже спали мы а мы тоже пришли и и все что еще было во вторник а я забыл рассказать в том видео в первом что оказывается это просто чудесно у меня до мурашек это было мараско-требове родились два известнейших чешских а велогонщика вот настоящего времени это леопольд кёник и роман кроицегер это офигенно просто офигенно было для меня узнать и даже сейчас когда рассказывает меня прям переполняют эмоции удивительно город всего 10 тысяч населения и сразу два крутых гонщика велогонщика из этого городка город действительно классным в среду мы пошли днем на прогулку уже по городу а сходили еще раз была очень честная погода как сейчас 33 градуса очень жарко мы сходили на наверно можно развернуть мы сходили на у меня через четыре минуты поезд я закупляюсь мы сходили покуляли по городу а вечером мы также также приехал брат один из братьев мы познакомились вечером тоже чудесно провели время потом мы познакомились с бабушкой ходили в ресторанчик там она нас встретила это другой части города очень приятно горит приезжай еще сюда сделай круг по чехии возвращайся вот мне очень понравилось у них это чудесная семья вот вот что еще было сегодня меня не проводили вот сейчас поехал а подарили такой сувенирный набор города там брелок ручка зажигалка буклетик очень приятно проводили прям до поезда шикарно очень очень рад чудесные люди вот и город действительно чудесно там много чего есть для 10 тысяч населения только нет университета поэтому надо ехать потом учиться в другое место видим вот ладно всем счастливым я поехал в градус кралово университет сувенирная они сувенирный